всем привет давайте наверное пока идет профилактика в номер винтере не знаю идет ли она до сих пор надеюсь идет попробуем посмотреть что же это такая за игрушка так поставили название в категории игры так и начинаем изучать что же это у нас такое честно я пока не представляю а можем разрешение экрана улучшить до моего надеюсь есть есть круто русский так экран режим экрана без рамок вертикальная синхронизация чем график на максимум показатели мыши программный аппаратный тандартный не знаю о чем речь и вроде настроили применить новая игра 300 мегабайт весит игра по рублю за мегабайт видимо был обычный день наши герои спешил домой где его ждал кто-то ведь даже в каждодневной суете можно находить время любить не успеваю за ним так особенно если знаю что тебя ждут дома вот так вот с мобильником ходить по дорогам что случилось где все успокойся просто это новая страница твоей жизни впереди тебя ждет абсолютно новая голова но мне надо домой можно я пойду домой путь домой всегда существует посмотрим твой новый дом кладбище что это значит я умер это значит что ты теперь хранитель кладбища но мне нужно вернуться домой к любимой тебе нужно быть хорошим хранителем кладбище тебе следует откопать гэри он поможет освоиться тут кого странный сон или не сон хорошо попробуй найти этого гэри так чем мы ходим клавиатурой в общем то так забавно графин вообще на высоте инвентарь сундук шкафу ничего нет спать так пока не могу сделать кей не можешь не будем готовить не из чего увы еще один пустой сундук 5 готовить ну-ка топить дровами топить углем ладно не хочу туда как все миленько в принципе прикольный такой этот прикольная рисовочка я думаю если в детстве такое увидел я вообще на седьмом небе отчасти был бы опять инвентарь опять ящик все ящики юзабельные пока не могу это сделать не знаю что но не могу так место под бревна место под камни точильный камень квест подсказывает куда нам идти сладко мне выберите объект для создания пока не еще делать ну давайте откопаем эту могилку копаем святой пухлевка бада я же череп ты и есть к эрису ты с чего это взял человек с красными глазами сказал мне копать двери красный класс помню раздери меня алкоголь я ведь действительно гэри как ты меня нашел мужчина сказал мне что ты ответишь на все вопросы да мужик сказал ясно только скажи для начала ты кто такой что это за место плю или в отключке это мне может быть на самом этого не может быть на самом деле ты новый хранитель кладбище что еще я помню надо поднапрячься а я помню этот звук ну-ка пошли посмотрим все какой-то бессмысленный бред я точно помню этот колокольчик и осла только быть осторожны это сел какой-то неправильно опасный тип колокольчик и осел выглядит вполне нормально ослик довольно мило похож на этого из мультика про шрека доставка свежий труп из города ничего себе говорящий осел ты понимаешь меня давай говорить кто ты я пролетарий это тележка не моя я вынужден работать на капиталистическую свинью которая и владеет офигеть короче какой-то странный осел а получая а получаю я за это всего 5 морковок в день вся эта ситуация жутко унизительно ты же понимаешь о чем я говорю товарищ а главное этот гад притворяется что не понимает то что я говорю эх мне нужно возвращаться в город избавься от этого трупа и я привезу тебе еще какое странное место ну чего уставился давай хватает труп пока он свеженький зачем думаю тебе надо отнести его в морг правда я не помню зачем я уверен это будет весело может быть даже прибыль боже меня сейчас тошнит хватит ныть используйте е для того чтобы поднимать и выбрасывать большие предметы ну ладно не спрашивайте что я делаю войти рот мне ноги отличное место почти как дома давай клади тело на стол для аутопсии срежь немного мяса с тела начни с того чтобы сочнее ни за что неправильно когда неправильно простите извините как я не подумал может потому что я говорящий череп контужен на всю голову так сказать полностью контужен зато наверное правильно что ты понятия не имеешь где находишься это что ты разговариваешь с черепом это правильно здесь все правильно так что хватит скулить делай что велено пообещай мне что расскажешь как вернуться домой просто обменяй мясо в местной таверне на пиво говорящие черепа никуда никогда не врут и принеси это пиво вне мне кажется нам врет мы открыли новую технологию и получили знание чертеж препарационный стол чертеж лето извлечь мясо окей что же потащили этот нам стол да мы положили как все красиво стол для аутопсии с телом тело добрать тело так что это у нас тут 95 процентов мясо исследование не завершено создается на препарационный стол препарационный стол 2 встреч мясо до блин работать вы открыли на у технологии получили знание создать бургер создать сэндвич создать печеное мясо отвратительно ничего привыкнешь и что теперь что мне делать с трупом не знаю давай похороним его забирай труп я буду ждать тебя на кладбище мы короче прикольно вскрыли труп и получили навык по созданию гамбургеров расчистить завал ну нафиг забрать тело понесли дальше сегодня тематика таких мрачных игр что с погодой туман какой-то блин а как тогда прийти к черепу то я похоже пошел в обход мой блин ну-ка-ну-ка а я хочу тут можно сделать ничего да боли ничего ну-ка-ну-ка о мне идея блин то ладно не буду изобретать что-то нехорошее пойду к я как мне тут виляет по квесту давай похороним его с пользой чертежный стол на кладбище выделить место под могилу а потом выкопаете ее лопатой то я разберусь может даже не читать сюда могила подождите труп скину могила что это за черепки минус 2 ского вместе вместилище что ли сколько влезет могильный камень починить надгробие да ну нафиг обойдется деревянная ограда починить ограду ну ладно пускай будет работать ладно блин капец чертежный стол построить о место под могилу круто я хотел старой могиле закопать ну ладно моя вина понятно все где тут получше вид не под деревом я ставлю для себя как-то это непропорционально здесь земли отвели ну давайте вот здесь кого густа отлично копаем ну вот правда не особо красиво отлично осталось только закопать отлично похоронный сертификат что-то вспоминаю деньги алкоголь видимо я любил его очень тысячи детей смотри три епископ идет он твой начальник знаю спросил у него про похоронный сертификат он должен знать что пожалуй я пойду жду тебя в морге с пивом как надоело и почему почему я должен приходить сюда каждую неделю я поговорим с этим мужичком по новой смотрите да опоздал на 30 лет но делать вид что он тут ни при чем не хотелось бы тебя расстраивать а вынужден сообщить что твое кладбище непотребным виде пока не починишь тут все даже не проси повысить себя до клирика блин вот так вот клирик судьба а мне нравится неподчиненные могил они более такие что ли ну крутые ладно деревянная табличка так однако когда качество кладбища будет как минимум 5 мы сможем поговорить о повышении ты выглядишь как человек высокой духовной организации а я-то разбираюсь в людях я вообще хорош во всем поэтому я был избран представлять его волю твой предшественник хранил свое барахло в этом ящике посмотреть там что там осталось я вернусь через неделю вообще я прихожу сюда каждый день может быть это не сон может я съел что-то не то на завтрак похоже он ждет моей реакции что ему ответить почему вы сюда приходите это часть моего долга неприятная часть что-то вроде старинной традиции я не могу знать абсолютно все обо всех традициях и ритуалах я всего лишь представитель его могущество и славы я небольшой вопрос что такое этот похоронный сертификат когда тело покойно ты можешь обменять похоронный сертификат на деньги в таверне ну вариант ответов ладно просто уйти если тебе не хватит набора для ремонта то ты всегда сможешь сделать еще да можно читать не читать интереснее инструкция за слабаков так что это такое фигня разберемся качество кладбища минус 29 он должен быть хотя бы 29 так да это вообще легкотня копали куст на фига я кусты выкапываю на кладбище должно быть красивенько тот могилу кстати свежий над чуть не делать не так радует надгробие ну давайте сделаем надгробие блин выберите ресурс мясо понятно давайте кусты тогда выкапывать о ящик инвентарь собираем крышечки еще есть полезного королевский почтовый ящик возобновить свою работу после открытия церкви деревца нужна технология понятно не можем пока зато кусты сейчас будем только так выкорчевывать а ну да кстати это же качество улучшает кладбище меньше кустов больше могил такой симулятор короче этого гробовщика почему только он какой-то средневековый там с учетом того что заставочка начали была современная попаданец фэнтези мир ну так то процесс принципе довольно приятный да и визуал такой хороший похоже на классику рпг шик чё пусты все откопали не знаю тут я чё-то делаю похоже в порядок привожу это хорошо ай-яй-яй вот деревянный я точно могу привести в порядок блин почему никак походу у меня силу кончились чинить ограду а я там просто уже тыркался в ту ограду понятно каменные каменные это каменные как красивенько только уже вечереет кстати смена дня и ночи есть в игре очень кошмар так здесь пожалуй надо крестик поправить отлично блин тут самые фиговые деревянный крест ай-яй-яй ну что уж ломать нафиг нет ограды блин что-то с инструментом беда какая-то обратку починим блин не инструменты сломались пойду посмотрю что можно сделать вместо под могилу убрать может расфигачить нафиг эти могилы да кстати инструменты все сломались качество минус 13 вот жеки хиллер как круто я буду тебя смотреть во время своих стримов неужто мне могилки все выкапывать да джеки хиллер эта игра симулятор кладбищенского этого смотрите ли только я не знаю у меня уже нет инструментов для улучшения надгробий всяких там так 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 ух ты как клево кто это светлячки тяжкая работа девчачьи но над ней прикольно будет будешь как я эти броню всякую там не знаю примерять красивую разукрашивать когда я бревно несу а там же был где-то блин только чуть ли далеко взялся носить sims diablo круто ты сказала и кстати хорошо реализована игра на самом деле то есть несмотря на графику до пиксельная туман дождь смена времени дня и ночи то есть какие-то проработан каждый элемент до мелочей а уж как я тут труп вскрывал хорошо что тебя не было вот сюда бревна надо складывать не может даже дерево срубить но я не буду не это у старая может быть тоже нельзя да блин а эти технологии не изучены для срубания таких деревьев а вот это можно блин меня силы кончились пошел спать я прям как в жизни не друбил дерево пошел спать но еще бы он я всю ночь пахал кладбище там в порядок приводил проснуться жуткая штука подсказать что там сделать чтобы все работал но я на самом деле первый раз когда скачал мне тоже сказали на ну скачивай стрим я скачал и такой капец оказался но потом привык ура смотритель как же мы долго тебя ждали я йорик я так одиноко бедный бедный я как все плохо погоди-ка я очень рад тебя видеть у нас на кладбище есть один неприятный постоялец мы хотели от него избавиться можешь нам помочь я вообще не знаю зачем я здесь горе научил меня только закапывают трупы ты йорик а черепа он забавно а это полудухой костяшка да он нам завидует он то может только мечтать о вечном покое кого я обманываю тут ужасно особенно тот парень в нижней правой могиле такой зануда избавься от него пожалуйста просто выкопай его и выкинь в реку я могу тебе отдать это разрешение на эксгумацию украл когда еще жив был какое еще разрешение а вот оно ну чтобы тела выкапывать для этого нужно разрешение прежний смотритель покупал их через почтовый ящик около церкви понятно пойдемте надеюсь мне персонаж не умрет с голоду там там же есть еще кстати до голоде ну ка ну ка блин мясное бургер сырое нерезанное мясо что я с ним сделал а нарезанное ты знаешь какое мясо я сейчас порезал где мне не тарь то сырое нарезанное мясо звучит хорошо только сразу подсказываю никаких куриц я здесь не ловил запеченное мясо что за не могу ну ладно а сил не хватает почему еще раз спать вот чё в чем делал меня энергию зак накапливать чтобы какие-то действия совершать круто так 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 чего-то мне не хватает ладно пойду там работы полный двор а уже кстати похоже ночь я как как в жизни просыпаюсь ближе к ночи а с утра иду спать так чё-то я тут заблудился такое чувство качество кладбища только ухудшилось я так старался вот это похоже тип не очень да вакуумация вы уверен что хотите вакуумировать тело до выкапываю могилку да меня эти сами покойники попросили сказали выкинь его в реку по моему он я чё-то не вникал какому месте лежит но вроде как отдельно от всех наверное как вовремя кто кинуть блин а вот она упс поплыл блин чет немножко совестно ну ладно ухты ягоды нельзя собрать да что это ты удумал призрака попросил меня выкинуть тело а ты теперь делаешь все что попросят пробовать пробовать что он сможет тебе как-то навредить у него ни одной твердой части не осталось а вот я могу тебя искусать до смерти если что пока ты спишь я к этого конечно делать не буду потому как мы друганы но намек ты понял я надеюсь как по мне лучше бы ты это тело сжёг ты знаешь куда течет эта река как я могу жечь тело давайте так река ну внизу вниз куда-то в город наверное как я могу жечь тело слушай а ведь ты похожа один из тех парней которые выглядят умнее чем есть на самом деле спасибо вот об этом я и говорю потребуется дрова и огонь неожиданно правда есть конечно некоторые сложности в том чтобы все сгорело до тла а где я смогу сжечь тело нужно спокойное тихое место я как раз таком обычно медитирую прям через дорогу от твоего морга у обрыва ладно я все понял какие-то прикольные вещи сказали а персонажи задание карта в старое кладбище морг милый дом я вообще думаю надо идти вниз по течению попытаться найти куда блин а я не пройду до ох ладно посмотрим куда мне ведет стрелка где вообще тело-то я уже в речку кину блин не пока рано четверг какой-то суровый средневековый почему пешком все ходят о стражник пойду по болтаю по приказу великого инквизитора этот проход закрыт до не знаю чего до утра наверное ладно ведьмин хоум что же прикольно значит тут есть видимо так сек это мои следы фигеть еще и следы оставляю на песке на траве нет на песке до более ящик так 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 ух ты я воды набрал странно да у нас кстати прям солнышко небо чистое красотища и кстати тогда у тебя дождик был а к нам у так и дошел не странно все по тем него странно 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 что так раздельно говоришь подозрительно что-то значит и думал ах чувствуется игра довольно таки масштабная прям какой-то gta нормально мертвая лошадь хороший название для таверны не на самом деле очень много элементов хорошо прорисованы проработанных то есть детали мелочи такая ну добро пожаловать таверна духовые клячи меня зовут харадрик я к вашему слову я прямиком с кладбища я уже полдня тут до сих пор ничего не понимаю а как же я сразу не понял кто такой это же просто чудесно что вы здесь наконец-то делал наши деревушки пойдут на лад скажите когда же вы планируете вновь открыть старую церковь не сперва надо привести кладбище в порядок разумеется так давно никто не ухаживает ну чтож как я могу вам быть полезен ох сейчас я мучить попрошу епископ сказал что вы покупаете похоронный сертификат да это так согласно древнему контракту я как глава деревни обязан выкупать их конечно только если у меня есть деньги в каком смысле деревня сейчас переживает не лучшие времена у нас не так много свободных денег но с открытием церкви пилигримы заполнен тут все деньги потекут рекой я бы хотел продать немного свежего мясца мясо у нас деревне большой деликатес с радостью куплю главное только чтобы королевская мясная печать стояла блин как-то давно у нас тут не был инцидент так сказать непотребным мясом вот с тех пор все мясо должно быть отмечено королевской печати у меня хлопот с городскими властями и без конфликтов и без контрафактного мяса хватает так есть на твоем мясе печать блин вообще-то нет мани приложу если ты мог взять это левое мясо но главное что выглядит и пахнет оно аппетитно но если нет печати то у меня связаны руки где я могу достать эту печать ну ты можешь посылать официальный запрос через единую королевскую канцелярию их ящик есть прямо в твоей церкви но это влезит в копеечку есть конечно и другой способ и я тебе по-соседски о нем расскажу наклонись-ка ближе есть парень кличут змеем так вот сдается мне что есть у него фальшивая королевская мясная печать но я по правде говоря его давно не видел поспрашиваю о Шармаль она у нас поет каждую ладно выйти пойдемте искать это кстати хранитель не будешь ли ты так любезен и не занятешь письмо местному кузнецу крезвого льда конечно где мне его найти он живет в юго-восточной части деревни ох сдается мне я здесь почти всех закопаю в итоге не может это быть так просто так прям игра с открытым миром делай что хочешь ходи куда-то деревья руби крестьян храни так мне вообще кузнец особо то не нужно мне надо найти какую-то тетку у джеки hieler как у тебя дела с м subs найти забралась в нем Субтитры сделал DimaTorzok Чат с монитора? Нет, я чат читаю с мобильника. Ибо там такой геморрой с этим выводом чата на монитор, что да и в игре он мешает. Поэтому я сделал себе на телефоне. Открываю приложение и все шикарно. Я даже сейчас уже с телефона меняю название стрима. Тоже удобнее. Как ты здорово быстро во всем разбираешься. Я потому что очень долго пытался вникнуть, чего как надо. А вопрос про чат у меня возник только, наверное, в конце первой недели стримов. Ну тогда норм. Блин, череп этот мне достал. Где ты был? Я был в деревне, тут все такое странное, но выглядит как настоящее. И никого не смущает мое появление из ниоткуда. Святой Бухлишко ты прям с языка у меня снял. Снять язык. Вспомнил. В подвале твоего дома был склад. Возможно, там осталось что-то съестное. Бреницы, точно помню. Там и хлеб, и пироги. Сладкие пироги с ягодой. Просто звучком. Ох, как они хороши с пивом. Точно, пиво. Мне нужно пиво. Сейчас смотрится, как если бы я тебя использовал, да? Хорошо, принеси мне пиво, и я взамен расскажу себе кучу всего. Например, как попасть домой. Вопросы? Как мне попасть домой? Вопрос был риторическим. Я что, похож на волшебную голову с ответами? Вообще-то, да. Макоголь мне в голову. А ты, умный, жду тебя на привычном месте. Нет пива, нет ответов. Сранец череп. Выбрал настройки по умолчанию. Да, это в принципе верно. Там есть некоторые особенности, как вообще... Ты, наверное, в отличие от меня, читаешь инструкции, Я даже в игре скипываю эти моменты. Вот. Если читать инструкции, то разобраться легко. Так. Кажется, уже ухо дома. Сейчас, секундочку, я все это закину. А, так. Брюхмар. Сюда. Персонажа внутрь. Ох. Что это за звук? Чего-то мужик у меня в подвале дома ходит. Буду сюда каждую ночь приходить. Назломая решетку. Капец. Я какой-то бандит в подвале. Кого же я мог бы разобрать этот завал и укрепить свод? Не, не сейчас. Да, в интернете же гайдов дофига по инструкциям. Там есть даже более-менее понятные. Пшеницу стащил. Прикольно. Скоро гамбургер делать начну. Печать на мясе нужна, блин. Капец. Даже сейчас, по-моему, никому до печати дела нет. Продаешь мясо и продаешь. Просто и вкусно. Окей. Взяли рецепт. Так. Так, ладно. Персонаж отправляем на койку. Пускай сбит. Отдыхает. Вот, а насчет ОБС, сейчас я посмотрю, секундочку. Могу показать вот такую вещь. Сейчас я игру, во-первых, отрубаю. Показываю экран с ОБС. Ну, кстати, можно игру рубить, наверное. А, все равно не будет показывать. Вот, Джеки Хидер. Специально для тебя такой. Ну, экспресс. Быстренький. Во-первых, создать сцену надо обязательно. Вот, создается сцена, для которой, ну, в которой ты будешь все это использовать. Вот, весь показ. Блин. Вот. А затем, когда у тебя готовая сцена, да, то есть ты заходишь в источники, правой кнопочкой, ну, не правой, просто вот на плюсик нажимаешь создать. И для игры, например, ты создаешь себе захват игры, ну, как я делаю. Все. И потом запускаешь игру, запускаешь захват игры, и у тебя появляется окно, которое ты можешь захватить для записи. Я выбираю название с игрушкой, которую я хочу записывать. Все. И у меня это окно будет, как бы, ну, активно. То есть я могу, чтобы случайно не сбивать какие-то настройки, да, не удалить эту строчку, могу ее закрепить. То есть вот здесь, замочком. То есть сейчас я отключил, нажав на этот перечеркнутый глаз, нажимаю, то есть он будет активен, этот захват игры. Сейчас нажму зачеркнуть захват экрана, а он покажет опять игру. Ну, точнее, экран, где должна быть игра. Пока я не переключусь на это окно. Сейчас он, наверное, появится. Вот так, захват экрана. То есть захват экрана, он показывает просто экран. С моего рабочего стола. То есть не игру, а экран. Также можем сделать вкладку браузер создать. Вкладка браузера, она позволяет запускать, например, вот таймеры. Таймеры. Таймер я специальный. Так, сейчас покажу. Таймеры всего лишь вот такая вот гифка идет с отсчетом времени, который я взял с интернета. Адрес на эту гифку закидывается просто сюда, в эту первую строчку. И все, и сохраняется. Ну, могу как бы нажимать обновить кэш. То есть он начинает тикать опять с единички, то есть с нуля. Вот так же могу отключать этот таймер. Отключать опять, показывать его, ну, видимость. Картинка на заднем фоне, вот это вот. Я просто, ну, чтобы, во-первых, сначала у меня были специальные таймеры с приделанным к ним фоном, а потом я посмотрел просто, что можно взять любую картинку сзади, уменьшить, поставить как хочется, да, гифку. То есть я ее ставлю через изображение. То есть вот я если отключаю изображение, картинка пропадает. Вот такие вот секреты. У меня старые часики тоже там где-то были. Где тут они у меня? Браузер, вот этот таймер старый. Все его, наверное, помнят. Ай, не тот стащил. Так, во-первых, закрепить, чтобы я его не утаскивал никуда. И изображение тоже закрепить. То есть все, теперь я их не утащу. Ай, блин, нет, утаскиваются. Ладно, пускай стоят на месте. Кошмар какой. Так. Вот у нас таймер старый. Нет, не он. Блин, почему я не могу его зацепить? Видимо, это не он. Нет, это он. Ладно, отключаем. Вот. Так, что у нас еще тут может быть интересного? Ну и всякие фотки, тоже демонстрация каких-то фоток. Я просто выбираю там, да, какую фотку показать. Через обзор с компьютера себе выбираю путь. Все, мне показать картинку, которая на компе. Ну, само собой, надо просто убирать этот... Да, перечеркнутый глаз я отключаю и показывается картинка. Вот и все. Такие секреты. Если да, там куда-то хочется отойти, там я могу, в принципе, убавить микрофон. То есть убавить или выключить. Музыку я обычно чуть-чуть делаю пониже, потому что когда первый раз запустил стрим, мне сказали, что там в игре музыка была громче, чем мой микрофон. Ну и начать запись, если у тебя захват игры стоит, игра выбрана, игра запущена. Нажимаешь запись, у тебя будет либо черный экран, либо если ты переключишься на экран с игрой, уже начнется игра. Вот, то есть прикольно то, что если у тебя через захват игры, да, стоит запись при отключении игры, у тебя просто черный экран показывает, а не прекращается не стрим, не показывает твой рабочий стол, то есть ты можешь вот так нормально действовать. Можно, конечно, делать записи видео, но видео сохраняются автоматически. Микрофон необычный. Ну как обычный? Ну да, обычный этот гарнитура. Вот, записи я здесь не делаю, это запись на компьютер стрима. Я обычно, твич сам записывает эти видюшки и в течение двух недель хранит. При желании можно с твича, я заделал все перекидывать на ютуб, там оно хранится вечно. Ну как вечно, не знаю, пока ютуб не закроем. Вот, а так в принципе в настройках здесь больше ничего особенного нет. То есть вот самые главные окошки, это вот раз-два. А то, что здесь написано, там что мы, название игры или категории, это в принципе в твиче так же выбирается, они просто сюда, потом сами автоматом втыкаются. Так же есть чат, но тут все уже стандартно. Вот так вот. Ладно, переходим к игре. Давай закроем этот захват экрана. Все, должна появиться игра. Вот так вот. Забавно. Каждый орган имеет свои характеристики. Общее качество трупа описывается с помощью характеристик его частей. Вы можете изменять характеристики трупа, извлекая органы и бальзамируя. Основной способ увеличить качество кладбища это украшать его объектами, приносящими много оболгораживаний. Только линии, содержащие черепочки и такой-то, приносят вот это вот. Линии с черепочками красными не считаются, но вы должны заполнить их с помощью, чтобы добраться до... Короче, сейчас попробуем. Какая разница, всех закопать, все украсить, прикольное кладбище будет. Блин, воды надо. У меня же была вода. Я же там сколько ведер-то насобирал. Блин. Опять туман. Ресурсов пока мало. Зачем я топить костер, когда нечего готовить? Ох, только на кладбище есть занятие. Ничего, ограду? Ай, блин, чинить нечем. И тут тоже самое. И тут тоже самое. Блин. Жалко, что здесь нельзя залезть кому-то в дом и забрать инструменты. О, кстати, куда это я пошел? На сегодня я себе еще, скажем так, приобрел одну игрушку. Ну, тоже аналогичный симулятор. Хотел посмотреть, что там будет. Симулятор мага. Просто интересно. Ну, вот эта игра мне понравилась. Она, да, она прикольная. Может быть. Довольно так интересно проходить. Блин, как здесь все это. Все жестоко. Джеки Хиллер, у тебя, наверное, тоже есть микрофон. Ну, этот обычный, да? Я, кстати, пытался посмотреть, разобраться, как устраивать совместный стрим. Ну, что-то... Все, что связано с твичом, с его расширениями, с его там подсказками, инструкциями, такое, не знаю. То есть... Проще разобраться на левых сайтах, чем в самом твиче. Твич, потому что... Очень хитро работает. Показывает он нормально. О! Труп приехал. Бегом. Блин, а куда бежать? О! Мне труп скинули. Свеженький. Бегом в морг. Так. Хомяки, закрывайте глаза. Сейчас будем делать алтопсию. Извлечь мясо. Готов. Блин, как жалко, что нельзя что-то ставить, кроме мяса обратно. Заврать тело. Не пропадать же мясо. Блин, ночь. Ну, пойдем закопаем ночь. О, кстати, могилка там свободная есть. Секунду. А может не закапывать? Там же где-то костер я видел. Пойду посмотрю. О! Вот тут вот. Нет. 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 Так-то, по сути, тела это источник дохода здесь. Пойду в город, не несу. Посмотрим на реакцию. Кстати, мои следы. Наверное. 95%. По-моему, он начинает портиться. Почти не видно. Прикольно. Если что, в поле кину. Так. Блин. Как бы напакостничать-то. Блин, жаль. Хотя, стоп. Как мило. Цветочки. Ну, лучше с таким типом не связываться. На ютубе нет. Кстати, на ютубе я пытался давным-давно. Я вникать не стал, но ютуб мне сказал, что у тебя нет веб-камеры в твиче. Я не хочу с веб-камерой, потому что, ну, не то, что мне, как бы, это не стесняюсь, да. Просто смысл людям смотреть на мое лицо. Какая-то странная это. Ну, как бы, на лицо Джеки Хиллер, да, там, с удовольствием посмотрел. А на лицо... Мое лицо зачем-то светить. Не думаю, что это интересно людям. Игру посмотреть, да. Комментарии какие-то послушать, может быть. Блин. У нас вообще, наши соотечественники, как я понимаю, не очень любят стримить Neverwinter. Обычно зарубежные стримы кругу. Очень много зарубежных стримеров. Ну, кстати, как показал опыт игры, у нас-то играть толком мало кто умеет. тех же самых популярных блогеров, гайдоделов. Посмотришь, да, и у них оказывается, что их гайды по факту не особо хорошие. То есть, игроки, кто хорошо играет, они эти гайды не смотрят. Ох, подоргуем. 84. Что-то тело, походу, сейчас испортится. Главное, что ни у кого нет никаких подозрений. Ходит мужик с трупом и ходит. Ах, вот оно как. Проход в город закрыт. Отлично. Конечно, хорошо. Так, ладно, обойдем. О, кстати, мне надо было с кузнецом поговорить. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Но, как показала практика, я почему смотрю зарубежных стримеров, да, и гайдоделов, потому что у них реально более как-то все это актуально даже По постройке, ну, то есть как они статы расставляют, как у них скиллы выбраны, какие ротации они играют Скажем так, у самого там знаменитого ДД клирика, у него совершенно другая ротация скиллов, не как у нашего этого великого и ужасного Упомянутого ранее гайдодела Чей гайд, кстати, мне тоже не понравился Блин, тут мне напоминает сейчас это все сериальчик как раз про подобное дело А сериал, по-моему, не помню, как называется там, Клиент Сюда Мерзв, по-моему, про похоронную службу Там главный герой тоже с трупешником, который надо отвезти было в морг, он поехал на свидание, забыл Короче, у него трупешник в машине испортился, пока он там ездил по свиданию И влюблялся Вот так же у меня сейчас персонаж пока бегает здесь по карте С трупом И, кстати, почему-то я не могу обратно выйти Здесь в огороду где-то запутался, ладно Если я сейчас не успею на кладбище, у меня уже на 72% труп испорченный А еще солнышко, лето, жара Так, стоп, пойду, как пришел О, морковка Блин, нельзя собрать, да? Жаль Мне кажется, я не здесь пришел Таверна, а, все, вспомнил Вот дорога домой Фух, бегом, бегом, бегом Там кладбище Через поле Слушайте, уже Локация становится родной Я уже такой, о, родные поля Уже рядом, уже все начинаешь узнавать Святая инквизиция, это инквизитор кинул этого трупа Прикольно Хорошо, что меня не сожгли Так Где-то я О, морг, а вот кладбище Вообще надо было Я вообще пошел, хотел попытаться сжечь труп, но ладно Со следующим так поступлю А это пора закидывать Что-то как-то не особо, да, тут? Ну ладно, пускай лежит в могилке просто Инструменты мне даст Ай, блин, мне же надо меч починить было Бегом к кузнецу Сейчас ночью починим меч А, блин, надо поспать Энергия кончилась Вот так Такой симулятор средневековья Можно реально здесь Расслабиться Пожить в свое удовольствие Открытый мир Работаешь, трудишься Никакого доната Вот такой прикольный рогалик Говорят, здесь есть черный юмор Очень много черного юмора Ну помимо того, что уже видели Тут его, говорит, просто вагон О, что это такое? Блин Ладно А так это огород В перспективе Ну что это? Грибы Прикольно Ягоды Блин Че тут не так с ягодами? Почему-то я ягоды не могу взять Бр Ладно Есть, кстати, подобный симулятор Только некроманта Там нужно становиться некромантом Потихонечку Устанавливать свою башню Изучать заклинания Пытаться там Поднимать мертвых Как бы увеличивать свое могущество И в итоге захватывать мир Там тоже интересно Но все тоже так медитативно То есть там ходишь в основном Там 3D-шные Там ходишь не спеша Всякие тоже вещи Там Не знаю Тебе делаешь Одежду Но тебя, правда Мирный люд не любит Как тебя увидят Тебя пытаются все убить Тебя приходится спрятаться Бегать Здесь более мирное ремесло Так Надо найти кузнеца Ух ты Слизни Капец Рано пока Не с ними встречаться Без мечата Так Так что А меч готов Да К использованию Как нам его использовать Ой Так Пойдемте Попробуем Эй 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 Что-то я делаю не так Следование не завершено О'кей ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ммм, круто! Смогу все взять в него? По-моему, да. И вот это возьму все. Там пригодится. Анатомия ухимия, тоология, написание книг, фермерство, природа, металлообработка, кулинария, строительство. А где здесь драчки? Блин, прикольно. Написание книг. Можно книги писать здесь в игре. Персонаж еще сохраняется. Такой журнал с информацией по персонажам. Ох, как же мне драться-то с ними. Ну, экипировал я меч. О, оружие. Блин. Долгом еще до него. Нет ни одного перка. Капец. Так, наточите старый меч и убейте им слизни прямо за грузницей. Я наточил. А как ему бить? Так, управление. Атака мечом спейс. Понятно. Ну-ка, где вы слизни? Сейчас я вас грохну. Готово. Все, открыли новую технологию и довольны и потопали дальше. Теперь мы можем мечом рубить кого-то. Правда, устаем быстро. Попробуем. Так, сохраниться можно? Не нужно, да? Тут еще, скорее всего, одна жизнь. Умрешь и все. И все, заново. Цветочки. Это вроде не мой домик, да? Не заработаете репутацию у Адама. Адама. Или как он там? Урожай его ночью нельзя собрать. Ну, какой тут реализм. Не хватает, а то я сейчас мечом бы его рубанул. Эх, на этом, наверное, с этой игрушкой пока что попрощаемся. И я хочу посмотреть, что же у нас там второе было. Ох. Весь несохраненный прогрессор будет потерян. Блин, надо сходить тогда до кровати. Секундочку одну. Джеки Хиллер, как твои успехи? Ух ты, какой туман классный. Ни фига не видно. Поля. Нам надо за них. С той стороны вообще пришел. Ай. Застрял. Вообще, можно много с чем взаимодействовать в последствиях, как я вижу. Заходить в чужие дома. Только надо сначала с этими людьми подружиться. Достаточно. А это, типа, такой туман был, как я понял. Ну-ка, ну-ка. Закрыть с обратной стороны. Ну вот, это я получу. Да. Ай, сил не хватает. Все. Потопыли отсюда. Было бы прикольно, если бы не мог дойти до дома, подол бы и умирал. Бежим. Бежим. У нас есть своя вода. Дом, милый дом. Сохраняемся после того, как мы спим. Вот в чем дело. Смотрите. И здоровье лечим. И энергию восстанавливаем. Тем временем солнце садится уже. Игра сохранена. Круто. На этом мы и выходим в главное меню. Отличная игра. Всем рекомендую. Отдохнуть. Особенно зимними вечерами. Какими-нибудь там. В нее поиграть будет очень классно. Еще есть, видимо, аддон. Я думаю, он только усложняет игровой процесс. То есть, ну, обогащает его, расширяет. А сейчас попробуем другой. Немножечко. Симулятор. Сейчас запустится. Будем смотреть, что же это такое. Ох. 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 Как-то странно начинается. Очень странно. Сек. Сек. Сделаем по-другому. Просто он вначале предложил настроечку графики. Давайте поставим не высокая, а прям ультра. Не знаю, что там за ультра будет. Самому интересно. Так, и выбираем. Теперь типа ультра. Что у нас ОБС показывает? Захват. Вот так вот. Сейчас появится картинка. Отлично. Появилась. Давайте я поменяю. Отметочку. В стриме. Игра у нас будет называться. Вот так вот. Все информацию обновили о стриме. Опять же, мы стримим это пока идет профилактика. В Neverwinter. Ну и, в общем-то, смотрим, во что можно еще поиграть. Новая игра. Ваше имя. Вспавляем. Можно по-русски. Каркет создать. Вселенная бесконечна. Она имеет начало. Она вращается вокруг Миттельборга. Города между мирами. Это город магов, которые следят за равновесием сил во Вселенной. Управляет ими великий канцлер. Задача канцлера беречь Древо Порядка. Если оно умрет, всему конец. И сейчас оно умирает. Ибо трон опустел Миттельборгу. Нужен новый правитель. И Древо Порядка уже сделал выбор. Он пал на тебя. Круто. Кстати, заставочка такая, довольно-таки прикольно нарисованная. То есть в таком стиле комикса. Играл недавно подобный рогалик. С такой рисовкой. Но правда там тяжко было его воспринимать. Это ретро-фантастика. Приветствую в Миттельборге, Тир. Я командир гарнизона и один из ваших советников. Буду рад показать вам ваше поводение. Не судите о Миттельборге строго с момента, когда ваш предшественник, Магнус Волновом, исчез в город упадки. Древо чахнет день ото дня. Но мы надеемся, что пророчество сбудется и Канцлер Простец спасет сущие от забывения. Впрочем, я отвлекся. Позвольте проводить вас в покой, Канцлер Сир. Надвигается шторм. Вы ведь помните о штормах? Нифига не помню. Восклицательный знак говорит о задаче, требующей вашего личного вмешательства. Прикольно. Так, резиденция канцлера в вашем покое. Здесь вы можете определить свои дальнейшие планы и подумать о судьбе. Время здесь измеряется просто. Штиль или шторм. Штиль в Междумире спокойно. В это время мы управляем городом. Шторм. Мирные дела забыты. Единственная задача Канцлера отражать удары. Помните, древо не должно погибнуть. И раз уж мы заговорили о шторме, нам пора встретить его. Нажмите на эту кнопку, чтобы закончить день. Цвет кнопки отражает цвет предыдущего шторма. Красненький, желтенький? А, вижу. Во время красного шторма обязательно будет как минимум один набег. Урон от набега увеличен на 50%. Желтый круг отражает силу, треба порядка. Если она иссякнет, то Метальборг падет. Красненький шторм набег. Портал между мирами не устоял под натиском всех. Время от времени он исторгает армию неведомых чудищ. И они давно уничтожили бы Метальберг, если бы не гарнизон. Да, основной удар придется именно на гарнизон, если нам не повезет. А если нам повезет, он выстоит. 24 урона. Славно Метальборг и окрестные миры следили за вашим первым штормом. Даже великие маги из Ордена Виатова, бога с Холона, один из них согласился служить нам. И ждет ваших приказаний. Кто такие Виаты? Они охраняют Метальборг испокон веков. Каждый маг состоит целой армии. Берегите их. Слобные твари прорываются, атакуют наш город. Единственная преграда на их пути, наш гарнизон. Прежде чем встречать новый шторм, я советую отправить нашего нового мага на подмогу солдатам. Причем немедленно. Так, наш маг, вот, маги. Используйте курсор, чтобы перебрасывать магов из одного здания в другое. Да, маг на стенах всегда поднимает боевой дух. Еще бы кому бы не хотелось видеть, как от твоих недругов летит огненный жар. Или как молнии превращают этих тварей в горстку пепла. Продолжить. Красный круг обозначает силу городской стражи 25%. Если она иссякнет, то гарнизон не сможет защитить древо порядка от физического урона. Кстати, покоцаним древо уже. Давайте ждем. Грубо говоря, бой и менеджмент. То есть, как обычный пошаговый стратежка. Портал между мирами не устоял под натиском. Так, 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 все то же самое. Основной удар придется именно к гарнизону. Если нам повезет, он выстоит. Отражено 7. Урона из 27 и получено 20 урона. Ну, норм. Благодаря магу гарнизон выстоял. Но это не последний набег, будут другие. Не забывайте, маги в гарнизоне нужны, чтобы защищать древо от ударов, мечей и острых когтей. Так, испокон веков. Миттерборг противостоит магии хаоса. И сейчас нас ждет очередное столкновение. Шквал магической энергии близок к башне света поддерживает магический барьер, который защищает древо. Скорее отправляйте туда мага. Ну, как бы не скорее, это, в общем-то, пошагово. Пошагово, и поэтому до того, как я закончу ход, никто меня не накажет. Башня света, да. Туда мага. Этого мага. Какая башня света. Вот она. Маг добрался до башни и готов встретиться с черной волей хаоса. Не будем же ему мешать, встречаем шторм. Башня света защищает древо порядка от магического урона, который наносит нам шквалы. А, ну вот, типа, здесь уже не красный, да, будет, а синий шторм. Во время синего шторма обязательно будет, как минимум, один шквал. Ну, ладно. Что-то он тоже какой-то красноватый. Магия хаоса гонит Метельборгу бурю. Какой вы еще не видели, Сир? Это черный ветер, который гнет и ломает ветвь нашего древа. Тушит жертвеньки и леденит сердца. Наша надежда, магический барьер, пока он стоит, у нас есть шанс. Отразили. Барьер немного пострадал. Далее. Оракул уровень 0. Типа, построили. Что такое городок, пока что убогий. Но, видимо, тут потом все будет шикарно. Так, магические руны открывают вам события, ожидающие вас в шторм. Но не порядок, в котором они произойдут. Некоторые руны дают ответ лишь за эфир. Прикоснитесь к ним, чтобы узнать о грядущих событиях. Предсказать за 8. Набег существ из диких миров отправьте. Мага в карнизон. Ну, ок, понятно. Оракул было введение, теперь мы видим, что готовит нам шторм. Помните, однако, когда Оракул видит грядущее, но он не всегда знает, когда именно грядущее станет настоящим. Продолжить. Так, ну окей. Так, древо порядка, вырабатываю 10 эфиров каждый день шторма. Ну ок, чтоб дальше. Не, понятно, что сейчас можно перейти к синей волне. Ну блин, там будет шквал. Честно, вот это непонятно, вот этим, почему здесь и красный, и синий у меня высветился. Ох. Короче, красные на меня налетели. Понятно, не синие. Жесть. Ну ладно. Что-то мне требуется. Понять бы еще. Продолжить не менее 5 органов во время шторма. Окей, мага сюда. Да, блин. Капец они. Ох, все понятно. Рандом. Сейчас они первым будут башню фигачить. А, не, по-гудовому. Они могли бы совершенно незатейливы сначала с другого зайти хода. Все, типа, тратили урон. Все, типа, тратили урон. Куда мага отправить? Клавец ветра. Пока что непонятные впечатления от игры. Добавил субтитры. да уж эфира нету ну ладно давайте по старинке и 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 где интересно но пока что слишком это она может быть это обучение просто такое но пока как-то слишком все простенькая ограничена Ай, блин, надо было сюда. Начал понимать в чем суть, лично. Субтитры сделал DimaTorzok А, типа они хотят, чтобы мы эфир накопили. Это без проблем. Не к тому же постоянно красную атаку юзают. А, типа у нас много урона прошло у нас. Ну окей. Типа второй маг появился, капец. Как так. Потом можно будет магов туда ставить по нескольких, да? Типа второй магия. Типа второй магия. Как бы конечно хорошо, но пока что не убедительно. Откройте меню зданий, нажав на его иконку. Какого здания? Так, улучшить гарнизон. О, шторм нельзя использовать. Блин, ну ладно. Надо шторм сначала завершить. Усилили гарнизон. Как-то все скромненько. А теперь два мага. В игры пять минут, чтобы меня убедить, потому что я не стоит возвращать. Пока что я не вижу причин оставлять, потому что в такой играть не особо забавно. Пока что я не могу. Но я не знаю. Попробуй. Ваши вряди, потрите. Они ущерб, да? У меня не может быть. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...